Продолжение следует... 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 ИГФР-инхибита, если это дикий тип, и, соответственно, Рогера Фениба. Но можно выбрать и другой сценарий. Можно начинать с Бева-Цисумаба, а потом переходить непосредственно на анти-ИГФР. И следующий сценарий ИГФР-агонистов, если, конечно, у пациента дикий тип. То есть сценарии разные. На этом я подробно не буду останавливаться, это просто другая тема. Но просто хотел дать вам представление о том, что просто по-разному можно подходить к терапии. Чем больше препаратов, тем больше стратегических сценариев возникает. Хорошая новость появилась, конечно, на ЭСМО. Не только у нас 24 месяца общая выживаемость теперь, но при хорошей стратегии, при хорошей комбинации можно увеличить, даже повысить эту планку. Видите, до 30 месяцев общей выживаемости. И это результаты двух основных исследований на фазе 3, где Бева-Цизумаб и Цетуксимаб сравнивали с качеством терапии первой линии. А здесь Фолфири-БЕФ и Фолфири-Цито... Соответственно, вот это американское исследование, опять-таки, Фолфокс и Фолфири на выбор исследователей с Цетуксимабом или с Бева-Цизумабом. И в обоих этих исследованиях было показано, что можно повысить эту планку еще до 30 месяцев общей выживаемости. Некоторые различия между двумя исследованиями, конечно, были. Беспрогрессивная выживаемость статистически не различалась между этими двумя группами. А общая выживаемость повысилась на Цетуксимабе. И таким образом, ну, правда, нет статистически значимого различия. Но что мы можем сказать в целом? Я не буду подробно говорить о том, как мы это все выбираем, но просто хотел бы сказать, что для таких пациентов с раздиким типом опухоли можно до 30 месяцев обеспечить выживаемость. Это хорошая новость. Так что у нас все больше и больше активных препаратов. Ингибиторы и GFR, есть антиангиогенные препараты, соответственно, и регорафениб, например, это вот таблетки, это тоже очень удобно, регорафениб. И другие препараты появляются, соответственно, цитотоксические препараты, такие как фторпиримидин еще. И еще один момент. Для наших пациентов мы улучшили хирургические методы. Мы знаем, что все больше и больше активных препаратов. Поэтому мы можем снизить опухолевую нагрузку. И у некоторых пациентов можно затем прооперировать, соответственно, например, легкая или там печень и так далее. Так что очень важно обсуждать, когда именно. Вот когда снижается размер опухоли, всякий раз можно обсуждать возможности хирургического вмешательства. Это все хорошие новости. Но что мы можем сказать? Все эти препараты не для всех пациентов с метастатическим колоректальным раком. Мы знаем, что у нас есть быстропрогрессирующие пациенты, у которых второй и третьей линии просто не будет. Мы знаем, что КРАС, например, пациенты с мутацией КРАС, вот там все иначе. Мы не можем давать ингибиторы и GFR, например. Это другая категория просто. Мы, кроме того, знаем, что возникает резистентность часто к этим препаратам. Даже если вы даете бевоцизумаб или, например, афлиберцепт, и тем не менее может возникнуть все-таки резистентность даже к афлиберцепту. То же самое с EGFR, ингибиторами, цитотоксическими препаратами. Резистентность может возникнуть. Мы должны понять, почему такая резистентность возникает. Это еще предстоит сделать. А большинство пациентов не излечивается. Мы должны помнить об этом, что, да, какие-то улучшения мы добиваемся, и их, но, в общем, конечно, исследования еще следует продолжать для того, чтобы понять, как мы можем улучшить исход для наших пациентов. Я буду говорить о таргетных подходах. В основном буду говорить об ингибиторах EGFR. Мы посмотрим, как можно будет все-таки преодолеть, вот идти за пределы КРА статуса, как нужно отбирать пациентов, какого рода резистентность здесь наблюдается, какие будущие подходы могут быть возможными. Антиангиогенные – то же самое. Мы поговорим, что у нас нет биомаркеров в настоящий момент, а вот как резистентность возникает на самом деле. И несколько слов, конечно, о двойном ингибировании, то есть и VEGF, и EGFR. Можем, на самом деле, те и другие сигнальные пути можно блокировать, пытаясь добиться большей эффективности. Итак, уважаемые коллеги, сигнальные пути EGFR. Вы знаете, что сигнальные пути эти имеют два? Вот это вот под рецепторами EGFR. У нас есть два. Во-первых, соответственно, вот эти вот КРА стам и так далее, и есть другие, ПИ-3 киназа и так далее. И то, и другое идут до стадии пролиферации, увеличивают инвазию, метастазы, ингибирование апоптоза. То есть это приводит к туморогенному такому фенотипу. Эти два сигнальных пути, вот эти вот два вида сигнальных путей очень важны. КРА, но даже и НРА, и БИРА, они тоже очень важны. Поэтому, если есть пациенты некоторые, то вы видите, как часто эти мутации происходят. КРАС, НРАС, БИРАВ. Есть пациенты с диким фенотипом РАС, например, но есть очень много мутированных. КРАС, НРАС и БИРАВ. И вот есть пациенты БИРАВ, это вот наверху с бледно-зеленым. Это важно, поскольку похоже, что это означает разную чувствительность к препарату. Это не только для калоритального рака, но то же самое для других разных опухолей, такие как желчевыводящих путей печени, поджелудочной железы, рака и так далее. Правда, процент может быть разным мутированных и дикого типа КРАС и НРАС. Насколько это важно? В какой степени это важно? Почему? Потому что есть прогностическое, конечно, значение всего этого. В этом ретроспективном исследовании, которое было проведено в 2010 году, они показали, в частности, что если взять всех пациентов в одно исследование, пациенты, у которых был дикий тип, вы видите, два года, а средняя выживаемость и средняя беспрогрессивная выживаемость лучше, когда опухоль была дикого типа. А вот здесь, вот оранжевым, это пациенты с БИРАФ мутированным. И вы видите, что прогноз-то будет совершенно разным между старым, между вот, когда все дикий тип, или когда есть мутация БИРАФ. Мутация БИРАФ – это плохая опухоль. Таким образом, мутация БИРАФ, как вы видите здесь, они, в общем, взаимно исключают с КРАС. То есть, не может быть опухоли, где мутация будет в КРАС и в БИРАФ. Так что, если будет одна мутация, то второй уже не будет мутации. Таким образом, было одно исследование, в котором утверждалось, что не только нужно КРАС, но также и разные аксоны РАС проверять. И это появилось все из анализа, вот в исследовании, который называется Prime. Фолл Фокс сравнивался с Панитумумабом или без него. Все пациенты с метастатическим колоректальным раком, они рандомизировали Фолл Фокс плюс Панитумумаб и просто Фолл Фокс, и лечились до прогрессирования. Пациентов потом проанализировали не только на КРАС, но и на все разные РАС. Результаты показаны здесь, уважаемые коллеги. Если вы проанализируете статус по РАС, то не только обычно КРАС, но обычно мы исследуем только АКЗОН-2. АКЗОН-2, он мутирован в 40% случаев. Но если вы посмотрите дальше и вы проанализируете АКЗОН-3, 4, проанализируете НРАС, то вы увидите, что 5% этих редких мутаций, а 6% в АКЗОНе 4, 4% здесь, 4% здесь. Таким образом, всего у пациента, которого до этого мы описывали как КРАС дикого типа, на самом деле из них 17% в сущности у них есть мутация НРАС. Таким образом, это очень важное сведение, и вы увидите, что из этого следует с точки зрения эффективности. Ну и в конечном счете, если в предыдущем исследовании, вот исследование Прайм, только КРАС, АКЗОН-2, 59,9% у которых был дикий тип, но если вы включаете вот эти новые мутированные АКЗОНы, то, соответственно, вы доходите до 48,3% пациентов, у которых был дикий тип. И все эти пациенты показывают мутацию. Это очень важно с точки зрения общей выживаемости и беспрогрессивной выживаемости. Посмотрите, беспрогрессивная выживаемость для дикого типа. Посмотрите, четкое преимущество с точки зрения беспрогрессивной выживаемости. Если вы добавляете пани-тумумаба, по сравнению без пани-тумумаба, то есть вы видите, беспрогрессивная выживаемость повышается, хорошее отношение рисков, очень хорошее. То есть действительно растет. А посмотрите на общую выживаемость, как это отражается, действительно отражается. Видите, как разделяются эти кривые. Вот для случаев дикого типа, для всех рас, дикого типа повышения, собственно говоря, общей выживаемости. А что происходит для популяции с мутированным рас? А здесь для мутированных рас, какой бы экзон это ни был, 2, 3, 4 N-раз, у нас видно пагубный эффект в группе пани-тумумаба плюс химиотерапия. Вы видите, как выглядят эти кривые. С добавлением пани-тумумаба хуже ситуация, чем просто химиотерапия. Если речь идет о мутации, это очень важно. Не давать пани-тумумаб или цетуксимаб, потому что та же самая история, если у пациента есть хотя бы одна мутация. Таким образом, очень важно вот такого рода терапию не проводить такому пациенту. И то же самое с точки зрения общей выживаемости. Обратите внимание, общая выживаемость, она ниже, если вы даете пани-тумумаб у пациентов, у которых мутированный рас. На мой взгляд, это очень важно. И, конечно, говоря о теме своего доклада, вот проблема таргетной терапии, это все очень, конечно, связано. Посмотрите, пожалуйста, как наука в каком направлении развивается, как одобряются разные препараты. Вот это New England Journal of Medicine, цетуксимаб и цетуксимаб плюс иринотыкан. Это была первая публикация в New England Journal of Medicine. В 2004 году было указано, что был эффект у пациентов на цетуксимабе, и можно, соответственно, давать такой препарат с метастатическим колоректальным раком. Это в 2004 году. Через два года первая публикация, в которой говорилось, будьте внимательны, потому что у пациентов с мутацией K-RAS никакой активности не будет. Активность будет только при диком типе K-RAS. Это в 2006 году. А последнее, которое я вам цитирую здесь, это вот Prime исследование, в 2013 году опубликовано. И вот эти вот, видите, совсем все иначе. И здесь, соответственно, опухоль с мутацией до сих пор училась цетуксимабом и панитумумабом, как мы видим, с пагубным эффектом. Надо помнить это, и поэтому нужно быстрее анализировать все эти вещи, чтобы лечить адекватно. Ну, а теперь мы переходим к B-RAF. B-RAF касается лишь небольшой части популяции, потому что от 8 до 10% на ранней стадии и от 4 до 5% на поздней стадии будет мутация B-RAF. Как я уже говорил, мутация B-RAF, как правило, включается, когда у пациента есть дикий тип RAS. И надо сказать, что это популяция очень плохого прогноза, как я уже показывал вам ранее. Пациенты на поздней стадии. Нет прогностического эффекта на ранней стадии. Мы не знаем, что с этим делать. И, вероятно, будет больше мутация B-RAF. Вот я покажу это вам чуть позже, потому что по разным причинам. Имеет ли это предсказательный такой эффект? Отрицательный предсказательный эффект, но только в некоторых исследованиях. Пока у нас нет четкого объяснения, почему. Поэтому мы знаем только, что B-RAF – это очень важно. И как мы можем с этим работать? Как это можно использовать? Это та же самая мутация, как в меланоме. При меланоме эта мутация – вот V600E. И мы знаем, что у нас есть препараты ведь сейчас для меланомы, которые непосредственно нацелены именно на эту мутацию B-RAF – V600E. Очень хороший эффект с точки зрения выживаемости, эффекта и так далее. Это полностью вообще меняет уже теперь историю терапии меланомы, когда речь идет о метастазах. Работает ли это при колоректальном раке? Ответ – нет, не работает. По крайней мере, не точно так же. И обратите внимание, это публикация в журнале Nature. Здесь видите лабораторный анализ. PLX – это, собственно, анти-BRAF, и протестировали это в клетках в разных популяциях. Обратите внимание, есть некоторые линии колоректального рака. Вы видите повышение концентрации ингибитора B-RAF, и видите, цвет не меняется. То есть клетки все еще живы. И различие случаев от клеток меланомы. Там, понимаете, в клеточной линии снижается популяция клеток меланомы. Таким образом, активность разная. И это то, что мы видим в клинической практике с анти-BRAF ингибиторами в колоректальном раке. То есть работает не так хорошо. Почему он не так хорошо, как при меланоме работает? Почему отличается ситуация от меланомы? Вот колоректальный рак. Вот это интереснейшая работа, уважаемые коллеги. Ссылка на слайде. Здесь также тестирование клеточных линий. Анти-ИГФР, видите, гетифиниба и цетоксимаб, и PLX анти-BRAF. Вот эти три препарата. Давайте посмотрим, как это выглядит. В этом первом опыте, если вы даете только BRAF популяции, то вы ингибируете BRAF. И что происходит? Происходит следующее. Вы, когда вы даете анти-BRAF, вы ингибируете МЕК, правда же? Вот здесь он был, а теперь уже нет никакой экспрессии МЕК в этом месте. Кроме того, ингибирование ЭРК. Поэтому вы делаете только BRAF, а при этом вы ингибируете два других. Это хорошо, этого мы хотим, это нормально. Но проблема вот в чем. Если вы даете анти-BRAF, вы видите повышение, вот отсюда сюда, повышение рецепторов и активности рецепторов VGFR. А это уже плохо, это то, чего мы не хотим. И еще раз, почему это приходит к АКТ? То есть вы блокируете там, но вы активируете другие сигнальные пути АКТ. Это очень интересно. И вот в следующий опыт, таким образом, мы активируем вот эти сигнальные пути. А что происходит дальше? Мы даем анти-BRAF, а затем мы также даем анти-ИГФР. То есть мы блокируем и то, и другое. Анти-ИГФР и БРАF. Что происходит? Вот результат. Мы блокируем МЕК и ЭРК. Это хорошо, это отлично, это то, чего мы хотели. Что хорошего? Мы блокируем также АКТ. Таким образом, вот это уже становится интересным. Вероятно, именно по этой причине нужно давать анти-ИГФР и анти-БРАФ для того, чтобы действительно заблокировать оба из этих путей. Как это вообще? Вот, например, ксенографты. Мы, например, вводим опухолевые клетки вот у мышей и посмотрим, как будут выглядеть результаты. То же самое у мышей. Вот мы здесь даем вот эту группу контроля. Либо цитоксимаб, монотерапия, либо ингибитор БРАФ, тоже монотерапия. Никаких больших изменений. Однако, если вы даете комбинацию цитоксимаб-ПЛХ, то вы в два разных ксенографта, вы видите полное ингибирование роста опухоли у мышей. Так что это еще один опыт, чрезвычайно интересный, с положительными результатами по поводу комбинации БРФ и ИГФР ингибиторов. Но как это в клинической практике выглядит? У нас есть только очень предварительный, экспериментальный на фазе 1 и фазе 1-2, где комбинируется, как вы видите, очень много здесь разных исследований. Самые разные препараты, видите, и панитумомаб, и, соответственно, другие ингибиторы БРАФ, и цитоксимаб. То есть, а здесь эффект в этой колонке. Какая-то клиническая активность и ответ со стороны опухоли, когда вы сочетаете ингибиторы ВИГФР и БРАФ ингибиторы. Итак, вот наши сигнальные пути ИГФР. Вы видите опять ИГФР, но не только. А почему не только? Потому что есть еще и ИГФР-3. Вот это что, играет какую-то роль? Да, играет. Возможно, играет. Поскольку в этом ретроспективном анализе пациентов, которые прооперировали по поводу колоректального рака, и кроме исследователей в данном случае посмотрели на экспрессию ХЕР-3, в данном случае в опухоли, но также и в узлах, и вы можете заметить, что прогноз будет разным. В зависимости от статуса ХЕР-3, когда низкая экспрессия ХЕР-3, прогноз лучше по сравнению с пациентами положительными с ХЕР-3, с высокой экспрессией ХЕР-3. То есть, вероятно, прогностические факторы будут связаны с этим. Итак, ХЕР-3. Некоторые компании, соответственно, воспользовались этим, стали разрабатывать ингибиторы ХЕР-3. И вот некоторые примеры, некоторые из них, конечно, на очень-очень предварительной фазе. Один, и может быть, в этом году или в будущем году, в начале, мы надеемся, у нас появится какой-то опыт их использования, какие-то результаты. И вот это вещество, например, моноклональное антитело, которое направлено против и ГФР, и ХЕР-3, это очень интересная разработка, и мы надеемся все увидеть результаты. А статью эту я вам рекомендую посмотреть, ХЕР-2. Что касается ХЕР-2, вы знаете, что ХЕР-2 вообще очень важен при раке желудка, раке молочной железы. Надо ли использовать это при метастатическом колоректальном раке? Вероятно, может быть, потому что в настоящий момент это не обычная практика, это очень предварительные результаты. Но мы знаем, что некоторые случаи метастатических колоректальных раков экспрессируют ХЕР-2, 11% примерно, и 3% опухоли амплификацию дают. Таким образом, результаты несколько как бы противоречивы относительно важности этих данных. Но в лаборатории мы уже видим, что когда дают какую-то комбинацию ХЕР-2 блокаторов, мы получаем антиопухолевый эффект. И, соответственно, это в настоящий момент тестируется в клинической практике. Это касательно ИГФР, этих сигнальных путей, ИГФР-1, 2 и 3. А давайте теперь остановимся на ангиогенезе. Это еще более сложно, поскольку здесь несколько легандов, несколько рецепторов. И, кроме того, не только ВИ и ИГФ, пути сигнальные, которые мы знаем, но есть другие, такие как, соответственно, ПИ, ДИ, ИГФР, самые разнообразные. И, кроме того, в общем-то, они все играют важную роль в ангиогенезе. Проблема заключается в том, что у нас нет биомаркера современного на сегодняшний день. Вот это другое вещество, которое есть. Есть то, что хорошо известно, бевоцизумаб, который, собственно, ингибирует циркуляцию ВИ и ИГФ. А это, соответственно, часть рецепторов 1, рецепторов 2 тоже блокируют циркуляцию ВИ и ИГФ. Кроме того, некие ингибиторы тирозинкиназы тоже ингибируют рецепторы ВИ и ИГФ 1 и 2. Это, например, в случае рога-рофенибе. И вот недавно были результаты, и был пресс-релиз. Это антитело, которое направлено против рецепторов ВИ и ИГФ. Он называется рами-симурумав. И есть положительные результаты при раке желудка. Однако вот в этом пресс-релизе говорили о фолфире, плюс этот препарат. И положительные были результаты. Скорее всего, на АСКО в этом году будут представлены эти результаты. Так что есть несколько веществ. Однако мы знаем, что когда-то какая-то резистентность все-таки может развиться на каком-то этапе времени. Вот это схематические два вида резистентности. Резистентность может быть приобретенной, потому что, во-первых, опухоль есть, а потом эффект, а потом снижается эффект, воскулиризация, потом уменьшаются стромальные клетки, а потом возникает резистентность какая-то из-за того, что опухоль растет, и ангиогенез возвращается. Кроме того, конечно, есть еще внутренняя резистентность. То есть вы даете анти-ВИГФ терапию, и никаких изменений здесь не происходит с точки зрения воскулиризации. И в конечном счете опухоль начинает прогрессировать. Как все это работает? Мы точно, конечно, не знаем, но в настоящий момент все это изучается очень подробно. Но факторы приобретенной резистентности могут быть соответственно альтернативные какие-то сигналы. Вы, то есть, блокируете ВИГФ, может быть, другие при этом открываются. Кроме того, когда вы даете антиангиогенные препараты, то, соответственно, потом могут возникать другие клетки, самые разнообразные. И может увеличиться инвазивность в такой ситуации. В ответ на эти шаги есть и внутренние факторы, которые уже зависят от самой опухоли. В частности, ну, например, четкая резистентность, внутренняя резистентность сигнальных путей ВИГФ. Мы не знаем еще почему. И, вероятно, роль стромы недостаточно изучена. Мы все больше и больше говорим о строме. И все этот вопрос от этой следуется. И классически это, безусловно, очень старая теория. Помните Паджетта в конце 90-х? И говорилось, что надо смотреть не только на опухоль, но также и на строму. И на микроокружение опухоли. Ну, например, в печени или в легком. И вот эта строма, конечно, в сочетании, безусловно, с клетками костного мозга и иммунными, это все вместе играет большую роль. Важно также упомянуть фармакологические моменты и аспекты. Вы знаете, в частности, период полувыведения, например, биоцезумаба, довольно длинный. И мы не знаем, что происходит в отношении фармакологического влияния биоцезумаба. Мы знаем, например, что эпиколоректальном раке – это 5 мм на килограмм, да? И когда вы даете авастин каждые две недели. Но что происходит, если рак, например, яичника, вы повышаете дозу, или при раке молочной железы вы повышаете дозу? Вот об этом надо подумать. Вероятно, в разных ситуациях, пациентах, в разных ситуациях с разными, соответственно, опухолями, надо посмотреть на разный фармакологический аффект. Роль микроокружения, возникновение резистентности. Как я уже упоминал коротко, микроокружение. Здесь очень много клеток, макрофагов. И здесь также некоторые D-клетки. И самые разнообразные, TH17 и так далее. И вот здесь строма, мы понимаем, что здесь все это играет роль, и очень важно это все посмотреть. Вот PLGF – это плацентарный фактор роста, плацентарный. Как раз за VGF располагается. Таким образом, мы знаем, что это очень важный фактор ангиогенеза. Вот этот плацентарный фактор роста, он, безусловно, способствует пролиферации, эмиграции опухолевых клеток. И вот стромальные клетки, макрофаги, активация и набор, собственно, этих макрофагов, дендритные клетки, эпителиальные клетки, эндотелиальные клетки. И это очень-очень важный фактор в ангиогенезе. Кроме того, костный мозг, он также, безусловно, способствует в данном случае метастазированию опухоли. И еще раз, некоторый опыт на мышах. Вот это очень интересный опыт. И PDX – это ксенографты, полученные от пациента. Вы берете какие клетки из опухоли конкретного пациента, реального пациента, и вводите их в виде ксенографта мышам. И вот это, например, 48-летний пациент, который согласился, опухоль эту взяли. Это была метастатическая опухоль от первичной опухоли. Мышь привили. Потом мышь отулечили разными веществами. Вот это плацебо или афлиберцепт или бевоцизумаб. И сравнивается, соответственно, как растет это в мыши. Очень интересно. А теперь сравните рост между разными препаратами. Синий, бевоцизумаб, красный, афлиберцепт. И процент различия в росте опухоли у мышей. И дает вам представление о разности в профиле. И активность. Видите, для афлиберцепта в данном случае. Это очень приклиническая модель. Очень интересная для сравнения, для тестирования, для конкретного пациента. Что же мы можем дальше делать для того, чтобы комбинировать при ангиогенезе? И как я уже показывал, для БИРАФ, может быть, такая же история происходит, когда мы комбинируем по поводу антиангиогенных препаратов. Конечно, мы хотели бы сочетать антиангиогенные препараты с двумя возможностями. Собственно, ингибирование. Вот вертикальное, ВИГФ, и, может быть, ВИГФ, циркуляцию, но также рецепторы. Однако, кроме того, мы можем ингибировать и горизонтально. И при горизонтальном ингибировании ВИГФ и ангиопоэтин, например. Такова теория разного вида ингибирования. Но работает ли это все на практике? Все это пока очень предварительные данные. На фазе 1, тут очень много данных, но я не буду подробно на этом останавливаться. У нас есть разные, соответственно, для фазы 1, БЕВАТИЗУМАБА плюс СУНИТИНИП, СОРАФИНИП и так далее. Все эти мультикиназы или ингибиторы тирозинкиназы, которые ингибируют рецепторы ВИГФ, проблема заключается только в нежелательных явлениях. В основном, когда вы сочетаете такие препараты, тут и гипертензия, кровотечение, усталость, протеинурия. То есть пока еще это не привито к клинической практике. Вероятно, нужно еще очень многое сделать. То есть комбинировать их полезно, но очень трудно. Уважаемые коллеги, мы посмотрели ИИГФР, мы посмотрели ВИГФ. Можно ли сочетать ингибирование того и другого? Это не только интеллектуальное упражнение. Вы знаете, есть просто объяснение рациональное этому. Из нашей лаборатории, в частности, объяснение поступило. Есть у нас данные, что есть некая перекрестная связь между путями проведения ИИГФР и ВИГФ при колоректальном раке. И мы знали, что если мы хотим сочетать антитело, которое направлено против ИИГФР и против ВИГФ, это тестировали БЕВАЦИЗУМАБ и ПАНИТУМУМАБ, то это вредно для пациента, потому что слишком токсичный режим. Поэтому это исследование было прекращено. Результаты отрицательные. Мы не можем комбинировать оба в одном. Но, тем не менее, когда вы берете маленькие молекулы в нашей лаборатории АФАТИНИБ и, соответственно, НИНЕТАНИБ, то тогда мы получаем синергизм действия. И на доклиническом уровне мы получили данные для комбинирования не только антител, но одно антителе БЕВАЦИЗУМАБ и один ингибитор тирозинкиназы, АЛАТИНИБ. Вы знаете, используется при раке легкого. Таким образом, ситуация будет отличаться в разных группах мышей. Мы говорим про мышей сейчас. Группа первая контроля. Группа вторая. Мы даем БЕВАЦИЗУМАБ. Группа третья. Мы даем АЛАТИНИБ только. А здесь мы даем БЕВАЦИЗУМАБ и ЭЛАТИНИБ у пациента с ксенографтом. Таким образом, вот ксенографты мы здесь вводим. После этого мы лечим пациентов. Потом мы проводим разные виды терапии и измеряем размер опухоли. И для группы контроля, посмотрите, опухоль продолжает расти. И ЭЛАТИНИБ или БЕВАЦИЗУМАБ, соответственно, несколько замедляется, конечно, рост опухоли. Но, во всяком случае, эффект синергетический, когда вы берете ЭЛАТИНИБ в синем и БЕВАЦИЗУМАБ в красном вместе. Это очень интересный сигнал для дальнейшего исследования в клинической практике. То есть БЕВАЦИЗУМАБ плюс ЭЛАТИНИБ комбинировать. И поэтому мы провели очень важное исследование в качестве терапии, поддерживающей терапии. Вот до прошлого года мы ее как раз закончили. Пациенты получали первые линии сочетания химиотерапии плюс БЕВАЦИЗУМАБ. Это пациенты, которые не прогрессировали. То есть клинический эффект был частичный. А затем провели рандомизацию на поддерживающую только БЕВАЦИЗУМАБом, либо БЕВАЦИЗУМАБ плюс ЭЛАТИНИБ. И мы получили хороший сигнал, который показывает, это было исследование ДРИМ, что мы видим, что медиана без прогрессивной выживаемости увеличивается в той группе, где пациенты получают эту комбинацию. И кроме того, это также отразилось на увеличении общей выживаемости у этих пациентов, как показано здесь. Таким образом, когда вы проводите поддерживающую терапию вот ЭЛАТИНИБом и БЕВАЦИЗУМАБом, видите, как это выглядит. Это очень интересно не только с мутацией РАС, но также и для дикого типа РАС. Также статус РАС в данном случае не имеет значения для... И, честно говоря, мы даже не знаем, почему. Вот это была комбинированная терапия. Ну а теперь, после этих сигнальных путей, у нас есть некоторые другие биологические аспекты, которые необходимо принимать во внимание. Например, мы знаем, что в разных опухолях мы видим гетерогенность, очень важную иногда. Гетерогенность не только в первичных опухолях, но также и в метастазах. И, кроме того, гетерогенность между первичными и метастазами, и между, собственно, конкретными метастазами. Это очень сложная вещь. Однако об этом нужно подумать не только при, скажем, почечном клеточном раке, но также и при колоректальном раке. Одной из иллюстраций этого является следующее. У нас биология, эта рака меняется, она разная, в зависимости от биологического расположения первичной опухоли. Между правой, по сравнению с левосторонней рак ободочной кишки, история будет разная. А вот это недавняя публикация. И, в частности, здесь было проанализировано сигнатуры генные в зависимости от локализации опухоли у пациента с колоректальным раком. Это два больших-больших исследования. И справа, теперь синим, вы видите проксимальную часть, проксимальную первичную опухоль, а слева вы видите дистальную, первичную тоже опухоль, когда мы говорим об ободочной кишке. Это, конечно, перегруженный слайд, вам вряд ли здесь можно что-то увидеть, но графически, обратите внимание, это не та же самая генная сигнатура между правым и левым на самом деле. Итак, уважаемые коллеги, хотел бы еще раз подчеркнуть, что такого рода схема, дихотомия между дистальной и проксимальной частью ободочной кишки, видите, вероятно, сейчас у нас вот это две разных патологии. Здесь хромосомальная нестабильность, HER2, HER1 амплификация в 12%, и GFR сигнальные пути и так далее. В общем-то, смешанные подтипы, некоторые БИРАФ-подобные, и вы знаете, вот в дистальной части ободочной кишки чаще всего бывают БИРАФ до 30%, с плохим прогнозом, а это не БИРАФ-подобные, здесь исход лучше. А в другой части, вот в проксимальной части, это была правая часть ободочной кишки, в основном пациенты, собственно, MSI, и мы видим здесь гиперметилирование, и большее количество мутаций БИРАФ. Иногда воспалительные, и, соответственно, инактивация вот этого каскада, мапкиназный, очень плохой исход для этой группы пациентов. То есть все больше и больше мы накапливаем данные, которые показывают, что левая и правая часть ободочной кишки – это не одно и то же, патология может быть разной. Ситуация усложняется, если вы идете глубже в геномику, увидите разные, собственно, способы амплификации и сигналов, и вот это показано у пациентов с колоректальным раком, вот это было опубликовано в журнале Nature, есть такая сеть, специально изучающая этот конкретный вид, и здесь мы говорим не только о ЗРАДС, но и самые разнообразные точки, в которых происходит мутация. Это пути сигнальные, которые, безусловно, каждая из них имеет свою роль, и мы должны это изучать. Я хотел бы подытожить, сказав, что перед нами стоят трудности, проблемы, а именно много таргетных препарат. Мы должны определить биологические подгруппы. Я помню, несколько лет назад у нас были пациенты только с метастатическим колоректальным раком. Теперь у нас есть пациенты с метастатическим колоректальным раком, которые раз дикого типа. Есть категория БИРАФ, то есть мы должны еще как-то уточнить это все для того, чтобы более точно направлять терапию. Так что группы эти будут специфицироваться. При раке легкого, вы знаете, у нас гораздо больше групп, правда же, как вот мы хотим, собственно, вот тоже к этому прийти, с колоректальным раком. Кроме того, надо стандартизовать технику. Мы знаем, что иногда возникают различия между анализами, раз в одной лаборатории и в другой лаборатории. Стандартизация абсолютно важна между разными лабораториями, чтобы определить биомаркер. Еще одна проблема – оценка. Мы знаем, что по критериям РЕСИСТ, в общем, это не может быть не идеально для некоторых антиангиогенных препаратов. Это нужно улучшить. Мы должны обнаруживать, конечно, механизм возникновения резистентности. Это очень трудно, но мы должны обязательно найти, конечно, эти механизмы. Ну и два слова по поводу того, что все это стоит. Это очень дорого – разрабатывать препараты. Кроме того, для общества очень дорого пользоваться этими всеми препаратами. Но это уже вопрос политического свойства, что мы хотим для наших пациентов. Что касается будущего, мы, конечно, должны научиться идентифицировать современные биомаркеры для каждого. Всякий раз, когда получаем новый препарат, надо биомаркеры определить. И у нас будет все больше и больше таргетных препаратов для комбинации, как я уже показывал, для БИРА в частности. И горизонтальное или вертикальное ингибирование будет происходить. И нам не нужно забывать, что остальные пути, собственно говоря, на пути, иммунотерапия – тоже очень важный вопрос в настоящее время. Невозможно это переоценить. И сейчас ПД1, ПДЛ1 в некоторых опухолях это теперь и модно, и интересно обсуждать. И, конечно, меланома в самую первую очередь от этого получила преимущество и так далее. Но результаты мы будем ждать новые. Я на этом закончу, уважаемые коллеги. Большое спасибо за внимание и отвечу на ваши вопросы. Пожалуйста, задавайте вопросы в микрофон. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!